Увеличение зарплат врачам, развитие туристической отрасли и охрана здоровья граждан. Эти и другие вопросы обсудили на первой в этом году сессии Народного собрания Дагестана. В ее работе приняли участие депутаты Госдумы и глава Республики Владимир Васильев. Все подробности в сюжете Зумруд Гамидовой. Началась работа сессии традиционно с выступления фракции. Махмуд Махмудов от партии КПРФ остановился на развитии промышленности в Республике. Рабочими местами, по его словам, обеспечено более 22 тысяч человек. Однако эти результаты могли быть гораздо лучше. Дагестан может не только работать на импортозамещение, но также производить продукцию на экспорт. Главная задача для развития экономики Республики является привлечение инвесторов. Приоритетным направлением промышленности является привлечение инвестиций, создание условий для строительства новых заводов. Для этого в Республике созданы 6 индустриальных парков и 4 технопарка. На создание инфраструктуры индустриального парка в Тюбе потрачено более миллиарда государственных средств. За 18 год не увеличились резиденты ни по одному проекту, включенному в этот индустриальный парк. Работы не ведутся. Поднять зарплату врачам предложил депутат «Единой России» Висим Паша Ханалеев. Ситуацию с некоторыми лечебными учреждениями парламентарий считает катастрофической. В частности, депутат затронул проблему психоневрологического диспансера. Здание построено в 70-х годах прошлого века и требует капитального ремонта. Больные жалуются на сырость и холод. Депутат выступил с предложением использовать опыт проекта «Ста школ». По словам руководства диспансера, загруженность медицинского учреждения также способствует то, что в 13 районах республики вообще отсутствует врачей-психиатров. Между тем, есть возможность хотя бы как-то разгрузить медицинское учреждение. Повысить заработную плату медицинским работникам за счет оптимизации. Депутаты обещали разобраться с проблемами и сферой пассажироперевозок. В первом чтении ими был принят законопроект об организации регулярных перевозок. Данный проект предусматривает возможность льгот на проезд для отдельных категорий граждан. Обращаясь к парламентариям, глава региона подчеркнул, что в данной сфере сложилась неудовлетворительная ситуация и нужно навести порядок. Однако проблема поднятия цен на проезд в маршрутках осталась незамеченной. Знаете, у нас есть перевозчики, которые зарегистрировали 70 машин, платят налогов больше, чем те, кто зарегистрировал 900 машин. Качество наших перевозок и транспорта, и оборудования, за которые сейчас отвечать надо перевозчику, но, мягко говоря, вызывают недовольство. Если можно, поддержите нас. А мы, с точки зрения исполнительной власти, муниципалитетов, в этом году намерены серьезно навести порядок с перевозками. И вот я вам привел пропорцию 70 и 900. Вот они деньги, которые появятся у нас в бюджетах и которые вы сможете проконтролировать, куда они пойдут. В заключение Владимир Васильев призвал представителей фракции не просто озвучивать проблемы, но и предлагать конкретные меры по их решению.